Я, Евлоев Дмитрий Магометович, 25 июня, прибыл по адресу улицы Свободы, дом 14, в Райфазинбанк, для того, чтобы отправить платежное поручение. После внесения наличных денег в сумме 5500 долларов США в банкомат устройства данного банка, банкомат, неверно и некорректно пересчитав мои денежные средства, высветил на экране своего монитора сумму в размере 4100 долларов. Тем самым присвоив себе сумму в размере 1400 долларов США и положив в кассетоприемник эти деньги, не вернул мне их. После данного инцидента я обратился к представителям банка. Представители банка меня успокоили, сообщили, что не стоит волноваться, создали заявку и сообщили, что в течение 10 рабочих дней деньги мне вернутся на счет. После этого они также добавили и пояснили, что 10 рабочих дней это максимальный срок. Обычно все это проходит в течение 2-3 банковских дней после инкассации проверки данного устройства. Деньги вернутся на мой банковский счет, перечислят в виде безнала. Выждав трое суток, я денег на своем счете не увидел и явился в данный филиал данного банка. Для того, чтобы получить пояснение по данному вопросу. После этого я мной был вызван представитель банка в виде управляющего Николина Оксана Ивановна. Николина Оксана Ивановна сказала, что Дмитрий, вы не волнуйтесь, сейчас мы все выясним. Она начала кому-то звонить, кому-то писать и сказала, что да, есть задержка, но вы не переживайте, сейчас я все ускорю весь процесс. И в течение сегодняшнего или затошнего дня максимум ваши деньги поступят на ваш счетный счет. После этого она мне оставила свой телефон. И вследствие чего она перестала вообще выходить на связь, мотивируя то, что она ушла в отпуск и не находится на данном рабочем месте. По истечении времени, пяти уже рабочих дней, я стал звонить в банк на горячую линию. На что операторы мне сообщили, что сроки постоянно сдвигаются и что ваша заявка рассматривается. На какое время сдвигаются эти сроки, мне пояснений никто не давал. И мне приходилось звонить, все это растянулось уже, уже наступило 5 июля, потом наступило 10 июля, они сдвигали до 10. 10 я позвонил, они стали сдвигать на 15. 15 я уже позвонил обратно в наш филиал воронежский, уже не на горячую линию, я позвонил вот этой Оксане Ивановне, она уже вышла с отпуска. И она пояснила мне, что Дмитрий, ваш срок сдвигается до 20-го числа и вроде как проводили там инкассацию банкомата, проводили вторую инкассацию банкомата, излишков не выявлено. Хотя, когда был прецедент, и мои деньги были присвоены данным устройствам техническим, и сумма была некорректно подсчитана и высвечена мне на монитор, я представителям банка сразу задал вопрос, что вашей организации мешает сказать, что я вносил 4100 долларов вместо 5500. Ну, то есть, как бы, я задал этот вопрос, мне ответили, что вы не волнуйтесь, у нашего банка хорошая репутация, и что мы вам все вернем так или иначе. Вот, значит, 15-го числа, когда я получил от Никулиной данный комментарий, я уже не стал ждать, я начал писать на портал Банки.ру в отзывы, описывать свою ситуацию. Также я отправил заявление в Центробанк, для того, чтобы приняли меры относительно данной кредитной организации. И после публикации данного поста, как бы, спустя полтора часа после публикации, мне от банка Райфазен поступило, скажем так, сообщение в виде СМС, что данный банк проверил, провел свое внутреннее расследование, излишков денежных средств не выявлено, и что, как бы, они не могут вернуть мне мои деньги. Я считаю, что Райфазен банк присвоил мои денежные средства в размере 1400 долларов США, провел внутреннее расследование, при котором я не присутствовал, и выдал резюме относительно моих денег, сообщив мне о том, что это я обсчитался якобы, а не их устройство некорректно сработало. Хотя, перед всем этим расследованием они сказали, что это технический сбой, и под видом технического сбоя, на протяжении практически месяца они сдвигали сроки. Я обратился в правоохранительные органы для того, чтобы данные факты, данный прецедент проверили с привлечением всех лиц, имеющих отношение к данному процессу, и изъяли фото-видео фиксации, и провели расследование относительно данной кредитной организации, в том числе и работы представителей инкассации. Субтитры создавал DimaTorzok